Привет, друзья! Тамара Синявская – популярная оперная певица, обладатель драматического меца-сопрано, педагог. В 1982 году получила звание народной артистки СССР, в 2002 стала народной артисткой Азербайджана. Тамара Синявская стала стажером Большого театра в 20 лет, не имея специального образования, против всех существующих правил и традиций. Спустя год она уже была в основном составе труппы этого театра, а еще через пять лет ей покорились лучшие оперные театры мира. Ее имя присвоили одной из малых планет Солнечной системы, у нее миллионная армия поклонников, всенародная любовь и звание национального достояния. Родилась Тамара Синявская, 6 июля 1943 года в Москве. Кто был ее отцом неизвестно, Тамара никогда его не видела. Ее воспитывал двор, в то время когда мама Мария Синявская бралась за любую работу, лишь бы прокормить дочь. Природа наделила ее маму прекрасным голосом, она даже пыталась в молодости петь, но дальше церковного хора дело не пошло. Этот голос она передала дочери, и уже в трехлетнем возрасте малышка давала первые концерты. А ее слушателями были жильцы старых столичных домов, отличавшихся невероятной акустикой. Тамара заходила в парадное и начинала детским голоском выводить популярные мелодии. Ее голос терялся в высоте и приводил в восторг ее маленькое сердечко. В течение дня девочка обходила все парадные на улице Мархлевского, где они тогда жили с мамой, переименована в Милютинский переулок. Ее выступление продолжалось до тех пор, пока кто-то из жильцов не высовывался в подъезд, чтобы поинтересоваться, кто это там поет. Одни жильцы восхищались ее пением, другие возмущались. Кто-то посоветовал Марии записать девочку во дворец пионеров, и пусть там поет под руководством профессиональных педагогов. Тамара очень обрадовалась, ведь у нее теперь появилась возможность заниматься любимым делом еще чаще. Она пела в кружке дома пионеров и кроме этого давала концерты перед соседской ребятней в родном дворе. Спустя некоторое время она стала участницей детского ансамбля под управлением Владимира Локтева, где появилась возможность не только петь, но и танцевать. Тамаре исполнилось 10 лет, когда ее перевели в хор. Именно в те годы и стартовала ее творческая биография, девочка научилась уверенно держаться на сцене. Этот коллектив приглашали на все правительственные концерты, и Синявская абсолютно не робела перед такой серьезной аудиторией. Тогда же она первый раз отправилась за границу, в составе ансамбля Локтева побывала в Чехословакии. Девочка очень любила петь, с трех лет мечтала о сцене, но в юности серьезно увлеклась медициной. В родном доме будущей артистки располагалась поликлиника, и Томи очень нравилось смотреть, как работают врачи и медсестры. Она любила эту атмосферу, казавшуюся ей чем-то невероятным. Любимым занятием Тамары стала игра в больницу, она завела картотеку на всех близких и друзей, придумала им истории болезни, выдавала им рецепты, под которыми стояла ее подпись «Врач Синявская». В годы учебы Тамара нашла себе подработку, устроилась в хор академического малого театра. За одно выступление девушка получала 5 рублей, за эти деньги в те годы можно было полакомиться килограммом севрюги из гастронома Елисеевский. На сцене этого театра Тамара выступала с настоящими звездами тех лет, имена которых были на слуху в Советском Союзе. Популярная певица дважды была в официальном браке. Ее первым супругом стал артист балета Сергей Бережный. Она благодарна ему за то, что он был рядом, когда не стала ее мамой. Семья Бережного очень хорошо приняла Тамару, они оказались душевными людьми. Все были уверены, что таких как Сергей не бросают, и тем не менее, Тамара ушла от него. Судьбоносная встреча Тамары Синявской и Муслима Магомаева состоялась в Баку, где они находились на гастролях. На тот момент Муслим был всесоюзным любимчиком, по нему страдала миллионная армия женщин. Их знакомство состоялось с легкой руки Роберта Рождественского. В первый раз Муслим Магомаев увидел ее по телевизору и тут же влюбился в ее голос. Певец вспоминал, выглядела она совсем как девочка, которой, может быть, я и не заинтересовался бы. Но когда она начала петь, я от изумления даже рот открыл. Она потрясла меня своим искусством. Тамара тоже говорила, что сначала влюбилась в голос, а потом в его обладателя. Я этот голос услышала по радио, когда мне было лет 20. Пел Муслим, а я не знала, что это он поет. Я так замерла, сама себе сказала, вот за этим голосом я бы пошла на край света. Они познакомились в 1972 году на декаде русского искусства в Баку. После этого Тамара уехала на год в Италию на стажировку, но их общение не прервалось. Магомаев звонил ей каждый день. Однажды по телефону он спел ей свою новую песню «Ты моя мелодия», которая стала гимном их любви. Через год они поженились и с тех пор не расставались, прожив вместе 34 года. Синявская говорила, что с момента встречи с Магомаевым, как бы она не любила сцену, вся ее жизнь была посвящена только ему. Потому и завершение карьеры не стало для нее трагедией. В 2003 году певица решила уйти из Большого театра. Она находилась в хорошей форме и могла бы продолжить выступление, но заявила, лучше уйти со сцены на полгода раньше, чем на пять минут позже. Уж лучше пусть говорят, что из театра я ушла слишком рано, чем слышать, как. Она все еще поет. Я могу себе позволить петь только на своем уровне и не на ступеньку ниже. Но петь, как раньше, я уже не могу, хотя бы из-за нервов. Выступая в каком-нибудь концертном зале, я начинаю волноваться, как будто бы выхожу по меньшей мере на сцену Ла Скала. Зачем мне это надо? Я и на телевидении по этой же причине не появляюсь, вдруг покажут в таком ракурсе, что ахнешь. Стараюсь охранять себя и свое имя. При этом с музыкой Синявская не попрощалась, она занялась педагогической деятельностью, возглавив кафедру вокального искусства в ГИТИСе. В 2008 году случилась беда, которая навсегда разделила ее жизнь, на до и после не стала ее мужа. После его ухода артистка долгое время не могла прийти в себя. Она вела закрытый образ жизни, замкнулась в себе, сменила номер телефона, отказывалась от интервью, перестала общаться со многими знакомыми и даже родственниками. Смириться с этой утратой Синявская не смогла до сих пор. Единственное, что ее спасало, это работа со студентами, которая дарила желание жить дальше. Всю свою дальнейшую жизнь певица посвятила памяти мужа. Она учредила и возглавила фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева, переиздала его книгу «Живут во мне воспоминания», стала членом жюри международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева. Весной 2020 года состоялась премьера биографического сериала «Магомаев», в создании которого Синявская приняла непосредственное участие, она консультировала сценариста и выбирала актеров на главные роли. Ее мнение стало решающим, когда на роль Магомаева утвердили Милоша Бековича. По мнению певицы, в его несуетном движении и мягкой интонации было много общего с легендарным артистом. Спустя 14 лет после ухода супруга певица призналась, что до сих пор чувствует его присутствие и ощущает с ним незримую связь. Он довольно часто дает знать о себе до сих пор. Только я читаю эти знаки. Потому что вдруг, ни с того ни с сего, в полной тишине какой-то неожиданный звук. Это значит, что либо он улыбнулся, либо чем-то недоволен. Сегодня она называет его своим ангелом-хранителем, который всегда рядом. Синявскую звали на сцену, предлагая оперные партии в спектаклях, но она отвечала неизменным отказом, потому что не желала опускаться хотя бы на ступеньку вниз, а сил на прежнюю высоту не чувствовала. В 2022-м артистка продолжила педагогическую деятельность. Так, в апреле на YouTube-канале фонда Муслима Магомаева появилась запись мастер-класса, на котором певица прослушала молодых выступающих и дала ценные советы. Сейчас знаменитость остается в хорошей форме и прекрасно выглядит. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.